всем большой большой привет мы сейчас визмаиле у нас сегодня понедельник 16 августа крайний день нашего нахождения на родине украине уже завтра утром у нас самолет 10 часов в 11 почти из одессы сегодня приехали визмаил чтобы сдать тесты антиген экспресс тесты сделать все для вылетов германию к сожалению без тестов не пускают на самолет пцр решили не делать решили сделать быстрое и сидим ждем потому что оказалось что за два часа только можно кушать и пить в общем два часа до тестов нельзя не кушать не пить мы ели час назад и вообще этого не знала мы в принципе потому что мы не сдавали эти тесты вообще я никакие еще тесты не сдавала на первый раз в лаборатории за все время пандемии а вот поэтому сейчас ждем час чтобы еще прошел и будем идти сдавать как на зло хочется воды по не разрешают чем сидим ждем будем ставать в частной работа лабора лабораторий smart lab она находится в измаиле есть поэтому ждем значит сколько стоит так антиген теста он стоит 660 гривен 1 они сразу переводят его на английский поэтому придется делать завтра у нас уже вылет ночью будем выезжать в одессу в аэропорт и завтра уже улетать очень сложно снимать влоги на родине потому что очень много делала и хочется побыть с вами и так далее нет времени поэтому влоги у нас так раз в три-четыре дня бывают но прилеты в германию же конечно же будут почаще я вам обещаю в общем сидим ждем сейчас мы сидим возле главной площади города это площадь победы я уже как-то показываю проходила вот там за нами находится из местный городской совет из полку здесь городская больница которая сейчас ремонтируется везде вот такая красота цветочки газон и так далее вот наша лаборатория в этом ее не видно за деревьями напротив мы сели в тенечек сидим пока наслаждаемся солнышком и тенечком и ждем когда нас смогут принять и сделать еще немножко сегодня погуляем по измаилу крайний день потом едем домой всего в родителям и уже ночью выезжаем в одессу кстати хотела вам показать какие себе купила очень классные на палетке босоножки сзади они открытые кожаные фирмы не помню сейчас не скажу стоят они в украине 60 долларов это где-то 50 евро они очень удобно очень классные на ноге красиво смотрятся элегантно в общем не нравится таких в германии сожалению не видела не нашла здесь вот вышла и сразу купила сзади вот такая пряжка виде гармошки были там еще розовые коричневые но я решила взять вот такие нежно-нежно голубые а это у меня следы вот предыдущие обуви которыми которые я натёрла ноги все сидим ждем экзекуции скажем так так беру интервью у своего мужа не у кого больше брать расскажи как тебе в украине живется очень хороший климат здесь жарко более такой сухой климат чем в германии и вообще то есть человек который вырос например в одной местности а потом адаптируется в другой местности немножко сложновато обратно хочется в германию на работу там есть свои плюсы и минусы здесь есть но отдыхать конечно лучше или на море там на море конечно хорошо но мы еще до моря еще нет не дотелепарь у нас только неделя было еще две недели где-нибудь сидим дальше ждем когда нас примут и сделать наконец-то в германии тесты кстати пока бесплатная с октября насколько я знаю будут водить уже платные тесты здесь как бы они мне кажется были всегда платные ничего не изменить ну что тесты мы сдали ура ура оба теста негативных будет он со спокойной душой сегодня еще гуляем наслаждаемся отпусками и завтра уже вылетаем в германию тесты перевели на английский так что все хорошо сейчас покажу где мы находимся визмаиле так мы сейчас приехали очень красивое место которое находится визмаиле это микрорайон крепость здесь находится турецкая диорама смотрите как красиво туда заходить я не буду называется турецкая мечеть если быть точнее позже вам расскажу прикреплю скорее всего ссылочку в описании чтобы если вам интересно чтобы почитали об этой мечети очень красиво здесь все благоустроено это ваше величество дунай на том берегу уже румыния все очень очень хорошо видно люди купаются мы сейчас немножко погуляем вот это вся территория сейчас пройдемся аж до края это все набережная дуная очень красиво благоустроено вот такая большая детская площадка здесь есть скамейки деревья все что душе угодно можно себе купить мороженое водичку покушать здесь есть кафешки классные в общем сейчас вам буду все все показывать так мы присели в кафе берег прям на берегу дуная очень красивая кафешка муж сидит выбирает что будем кушать я уже выбрала такая она маленькая но очень-очень уютно еще внизу вот я не видела даже сделали поставили стульки стулья мы сидим наверху на улице и еще внутри есть места в общем одно наслаждение свежесть запах невероятный казалось себе вот такой салатик с креветками и авокадо сейчас будем пробовать и заказали еще одну пиццу муж захотел пиццу тоже еще должна принести не принесли очень сложно тут сидеть чтобы встречаем знакомых и общаемся и все видите как красиво думаю что будет вкусненько попробовать ну и пьем я пью апельсиной крышу муж лимонад вот и наша пицца подоспела заказали гавайскую с курицей ананасами наша любимая одна из любимых сейчас тоже будем пробовать наслаждаться вот так нас встречает измаил точнее уже провожает так мы уже посидели в кафе берег довольны поели очень вкусно готовят кафе всем от души советуется не реклама но это одно из моих любимых кафе в измаиле на берегу дуная все так красивенько вкусно очень была рада встретить тех кого там встретила не буду называть кого думаю что они смотрят мой влог обязательно это увидят очень была рада вас видеть очень соскучилась поэтому спасибо вам за встречу за общение вот мы уже сейчас будем заказать такси поедем еще будем папе тоже попрощаемся и потом уже будем мы ехать домой всего и собирать чемодан уже сегодня нужно так быстро пролетело время но нужно так нужно очень жарко в измаиле особенно в обед здесь смотрю многое поменялось покажу вам сделали к крепостной стен очень красивую и даже не видела когда мы приехали сразу все покажу детская площадка и рядом спортивная там баскетбольная кольцо есть площадка баскетбольная там волейбольная площадка и вот такую длинную стену сделали облагородили полностью я еще не видел в прошлом году этого не было там вот расположен на стене герб измаила сейчас приближу покажу вот она вот так протянулась очень красиво мне прям очень нравится я помню что я описала об этом еще в позапрошлом году и раньше что собираются делать но вот уже все готово и вот как бы сама мечеть как и обещала ссылочку вам оставлю в описании кому интересно почитаете историю нашего города историю как суворов освобождал измаил от турков нас городе есть памятник александру васильевичу суворову находится в центре если получится сегодня покажу вам его если нет тоже нет находится в центре рядом с центральным кафедральным собором поэтому вот такая красота сегодня заканчивается 10 дневный ответ отпуск в украине очень была рада увидеть всех кого увидела знаю что все кто захотел искренне нас увидеть с теми получилось увидеться хорошо вам спасибо завтра уже улетаем думаю надеюсь что в этом году еще получится слетать на море очень в это хочется верить но посмотрим как получится а не будем ничего загадывать в связи со всей ситуации которая сейчас происходит загадывать вообще сложно в украину мы собирались еще с июня месяца с начала июня и несколько раз это все откладывалось и из-за пандемии из-за работы мужа где-то там нельзя было не получалось взять отпуск в общем все было очень быстро впритык билеты сюда мы заказывали буквально за неделю в общем я очень рада что мы приехали очень рада что получилось и пообщаться с родителями с родными побыть здесь но обязательно еще приедем очень скоро надеюсь я так точно не теперь есть карта в энджи германии у меня страховка все есть поэтому я спокойно могу летать и буду могу летать одна без мужа если его не будут отпускать с работы я обязательно буду поплетать одна хотя бы на родину спасибо всем огромное кто ждал наше видео кто смотрел кто лайкает комментирует кто вообще нас смотрит огромное вам спасибо и до новых встреч до нового видео субтитры сделал DimaTorzok